Мы обещали вам рассказать о том, почему у Ани есть такая аллергия на Виагру. Просто Аня из тех людей, которые на видрисе отговорятся говорить про Виагру. Вот нет, не было. Виагра нет. Все. Ева не такой человек. Ева не такой. Все, спасибо. Вот и ответ. Спасибо, что ответила. Хотела и почути. Ну, а теперь, власне, про свежие события. Это церемония юна и статуэт. Статуэт еще. Три с половиной килограмма бронзы, как мы с тобой обговорили, она досталась к тебе, как открытие року. Для тебя это что-то означает? Да, для меня это означает очень многое. Потому что мы что-то создавали с нашей командой, что-то делали, выпускали песни, клипы. И почему-то мне казалось, что этого никто не видит. Ну, я не знаю, у меня было такое ощущение, что мы это создаем. Есть какой-то узкий круг людей, которые знают об этом, видят. Но когда я пришла на такую большую церемонию, да, и среди, когда среди других артистов я выиграла эту премию... Ты не ожидала? Я очень, я вообще не ожидала, да. Я помню, ты ходила, не знала, что делать. Я не знала, да. Телефоника по цели. Ну да. При том, что ты не социальный человек в плане интернета. С кем ты дружишь из вот звезд, певцов? Где вы встречаете? Ну, как-то ж... Люди обычно в интернете. Где вы косточки перебываете? Ну, я ни с кем особо не дружу. Но если я пойду на какое-то мероприятие, к примеру... Если вдруг это чудо случится. Если вдруг... Ну, это случится. Это случилось уже один раз. Я была в пятницу, кстати. Да, ты что? Да, в пятницу я была на презентации нового альбома «Рождена Ануси». Это, кстати, рожден тот, который пишет мне песни. Вот, и там я видела Алоэс и Дмитрия Кадная. Да, я встречаюсь очень редко. Вот если хожу на какие-то мероприятия, а в этом году это будет второе мероприятие после юна премии. Знаешь, вот, Дима, я отмечаю. Это значит, что... Это значит, что женщина счастливая. Значит, вот... Значит, дома всего хватает, правильно? Мы можем хорошо, ребенок есть. Вот полная гармония. Никто не нужен со стороны. Поэтому я тусуюсь везде. Давай, снова не будем переводить программу на заздроще, а подивимся выступ Макса Барских. Ну, и далее продолжим. Я нахожусь на вечеринке от телеканала М1. Я даже маечку брендовую одела специально по этому случаю. И прямо сейчас, в эти минуты, Максим Барских уходит на сцену. Публика в ожидании. И все в восторге и сходят с ума. Очевидно, божевилля заразная. И от горячих фанаток воно передалось за лоштунки и до самого Макса. Максим, у тебя 26 апреля состоялась премьера. Что ты ожидаешь от своих зрителей, когда они посмотрят это видео? Я ничего не ожидаю, я ничего даже спрашивать не хочу. Самое главное, что мы сделали. Я, Алан, мы сделали от сердца и показали. Что тут скажешь? Вы с Аланом все работаете от сердца. И в клубах тусуетесь. И в общей отпуске ездите. И клипы снимаете. В последнее видео Макса Алан даже снял свою доньку. Но не продюсером единым. Дякувати Богу, Барських звертає увагу и на своих отданных прихильниц. Твоя аудитория поменялась. Ты прослеживаешь, как они растут? Потому что раньше были девочки помоложе. Сейчас они выросли со всеми формами. Ты замечаешь эти изменения, трансформации? Ну, я замечаю формы, которые уже выросли. Они прям трутся поручень о сцене саму. Слушай, насчет формы и трения. Ходят слухи в интернете, как обычно, что ты живешь с одной из участниц группы Виагры. Ну, как бы, да, есть такой слух. Это действительность. Это не слух. Мы живем в самом первом моменте, когда переехали в Киев. И путешествуем с квартиры на квартиру и всегда вместе. Сдаётся, зараз навіть было чутно страшный дзвін. Это разбивались девочи сердца. Хотя, знаете, если посмотреть на розгорячие летела фанаток на концертах, сдаётся, они ещё не втратили надея. Макс поёт свою последнюю песню. Публика в шоке, публика в восторге. Девочки мокрые, влажные и сумасшедшие. Вот так.